Всем привет! Сегодня ролик будет очень коротким, но надеюсь, что также и очень информативным для вас. Потому что рассказать сегодня я хочу о лесочном поводке, который я использую при монтаже оснастки зимних жерлиц. Я убежден, крайне убежден, что любой лесочный поводок, будь то такой поводок, который я хочу вам предложить, будь то поводок из более толстой лески, который привязывается отдельно путем вертлюжка, путем монтажа петля в петлю, будь это флюровый поводок, любой поводок, который изготовлен из лесочного материала, гораздо более предпочтителен и приносит просто больше поклевок, чем любой металлический. Особенно какие-то тростики страшные, непонятные, зеленые, желтые, черные, которые имеют диаметр полмиллиметра порой и до сих пор почему-то применяются рыболовами. Я считаю, что такой тростик это просто лишение себя, как минимум половины поклевок щуки, особенно если щука не очень активная. Это очень хорошо, кстати, видно по разным подводным видео, которые сейчас есть на ютубе, как щука атакует живца. Иногда она не думает, иногда она просто летит голодная, жадная, откуда-то из темноты, либо из травы, и прямо с размаха хватает этого живца, не смотрит, какой там поводок. Но чаще всего щука подходит и долго смотрит. Она может минуту, две, пять минут ходить вокруг живца, подстраиваться как-то, рассматривать его, пытаться спугнуть, чтобы вызвать у нее какое-то движение и понять вообще, ну, съедобно это или нет, или просто какая-то дохлая рыба, если живец не движется. И она оценивает, оценивает всю оснастку целиком. Поэтому я думаю, что когда щука пассивна, все-таки лесочный поводок, любой лесочный поводок, флюровый, либо просто из лески, будет намного более выгодным. Ну и сейчас я хочу показать тот монтаж, которым пользуюсь сам. Это не единственно правильный монтаж. Можно использовать просто отдельный поводок, как я уже сказал, из флюры, либо из толстой лески, которую привязываем к основной леске, а-ля такой шок-лидер, путем петля в петлю, любым другим узлом, типа обратного двойного клинча, как вот связываем, ну, я так называю этот узел, я не помню, как он называется по-научному. Поэтому это тот узел, которым мы связываем между собой две лески, либо леску и плетенку, когда вяжем поводок, тот же самый флюровый, на спиннинге. Либо через ветлюжок. Вариантов массы выбирайте любой. Я делаю проще. Я делаю прямо из основной лески. Я использую основную леску где-то 0,35, 0,4, 0,45, зависимо от условий, ну, или просто какая у меня, где намотана, на каких же лицах. Здесь вот, например, 0,4. И прямо из этой лески 0,4 я делаю двойной, достаточно надежный поводок, который ни разу, вот за все годы у меня щука не срезала. Не было такого прецедента, чтобы щука отрезала обе лески. Скорее всего, мне просто так повезло, потому что даже на водоеме от подписчика своего, я слышал, что у него конкретно в тот день, когда мы с ним встретились, ну, правда, они на ночь оставляли жерлица, как я понял, щука срезала обе лески. Это может случиться, не только гипотетически, но и по факту. Но шанс на это крайне мал, и это скорее в разряде погрешности. Поэтому обращать на это внимание как на какой-то процент потери, большой процент потери трофеев не стоит. Поводок достаточно надежный, щука иногда срезает одну леску, но практически всегда остается на второй. У меня, по крайней мере, вот на личном опыте не было ни разу, чтобы срезала обе. Но опять же, это может быть. Итак, как вяжется такой поводок? Сначала покажу, как он выглядит. Именно вот в своем истинном варианте. Это вот он. Примерно участок 20-25, может быть, там 30-35 сантиметров, зависимо от размера предполагаемого трофея. У нас все-таки щука обычно не крупная, поэтому 20-25 сантиметров вполне хватает. Сдвоенная леска, она не скручена, она просто сдвоенная, то есть сложенная вдвое, сверху завязывается узел, ставится стопорок, обычная поплавочная дробинка, сверху скользящий груз. В качестве лески мы возьмем обычную веревку, чтобы было больше наглядности. Отмеряем тут самый участок 25 сантиметров примерно, складываем леску пополам, и два раза, можно даже один раз, но два раза, как бы для надежности, скажем так, пропускаем ее в петельку. Делаем самый обычный банальный узелок. Все, затянули. Можно сделать контрольный узелок сверху, если боитесь, что будет расползаться, но у меня, опять же, такого ни разу не было, поэтому смысла в нем не вижу. Но если уж боитесь, то можно сделать еще раз вот так дополнительный контрольный узел. Все, у нас остается основная леска, и остаются кусочки, которые мы впоследствии отрежем. Все, у нас получается двойной поводок в виде вот такой длинной-длинной петли. Теперь что нам нужно сделать? Берем тройник, специально взял вот такой гигантский, чтобы было видно, и заводим петельку в ушко тройника. Веревка, конечно, не совсем удачная получилась, она распушается, но ладно. Другой просто не нашел. Либо более толстый, либо который совсем не видно, типа там плетенки той же самой, или обычной лески. Завели леску в тройник, в ушко, и теперь что мы делаем? Просто пропускаем тройник в это образовавшееся кольцо. По сути, сейчас мы можем затянуть, и получится обычный узел типа паломар. Но нет. Мы берем и тройник пропускаем в одну из образовавшихся боковых петелек. В любой, абсолютно в любой, разницы нет. И вот теперь уже полученный узел затягиваем. Все. Достаточно надежный узел. Конечно, он, как сказать, не совсем прочный. В том плане, что он держит хорошо нагрузки, но он легко развязывается. Применять такой узел, скажем, при монтаже каких-то джиговых приманок смысла большого нет. Здесь же весь смысл в том, что мы можем легко распустить этот узелок обратно, вот он распускается, и поменять тройник. Но в то же время, суть его такова, хитрая вот эта система, что если даже одну леску отрезать, сейчас я это покажу, возьмем вот такие вот мощнецкие ножницы, отрежем в одну из лесок, на второй тройник все равно остается висеть. Причем без разницы, отрезая любую из них, на второй тройник остается висеть прочно, то есть его невозможно отсюда сейчас сорвать, он не расползется, этот узелок. Вот я тяну со всей силы, скорее тройник разогнется, чем развяжется этот узелок. Он как бы самозатягивающийся. Но в то же время его легко распустить и поменять тройник. Вот в чем как бы два сакральных смысла этого монтажа. Во-первых, это быстрая смена тройника при необходимости, но это как больше факультативно и дополнительно. Самое главное, что это простой монтаж, который позволяет ловить на лесочный поводок, который по факту менее заметен для рыбы, и иметь надежный вид монтажа, который даже при срезе одной лески на второй остается рыбу держать. Уже четыре года я ловлю на такой монтаж. Сам увидел его также на ютубе, на канале, по-моему, «Наша рыбалка» или что-то такое. Попробовал и с тех пор отказался от флюра, потому что его вязать сложнее, как бы нужно еще отдельно покупать. Самая оснастка уже немножко усложняется, огрубляется. Здесь же простая леска, самая обычная, причем какая-то недорогая, вот тот же самый там Акой какой-нибудь, маска. Пожалуйста. 0,4-0,45, и если даже одну срезает, то на второй держит прекрасно. Потом просто в щуку вытащили, пальцами провели, по поводку это обязательно посмотрели, нет ли задевов, нет ли каких-то подтертостей и практически, скажем так, состояния, когда леска срезана. Если что-то такое нашли, то сразу поводок перевязываем. Ну вот и все. Хороший, надежный, эффективный и малозаметный поводок для ловли на жерлице. Все, на сегодня все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok